Собаке сказать, что собака большого ума, и то, что когда есть агрессия со стороны извне, значит, она может тебя заступить. Трудно представить себе собаку лучше Вильштерьера, если вы увлекаетесь туризмом. Причем любым, пешим туризмом, лыжным туризмом, водным туризмом, неутомимо будет сопровождать вас и на очень длительных и пеших, и лыжных прогулках. Это собака, которая не намокнет и не промокнет при переправе через реку. Кроме того, они исключительно неутомимы. Они являются вот этими вот собаками-живчиками, и тогда, когда им исполняется 10, и тогда, когда возраст переваливает уже и за 12, и за 14, хотя для других пород это может быть совершенно предельный возраст. А Вильш будет с вами до своих последних минут. Вильштерьер – собака на редкость активная, поэтому с ним надо много гулять. Вильшу недостаточно просто ежевечерних прогулок на поводке. Его необходимо вывозить на природу, совершать с ним длительные прогулки, можно велосипедные, брать с собой в походы, в общем, давать выход его природной энергии. Вильш – такая порода, что он все равно заставит хозяина гулять. Он не будет так вот, что раз вот он вышел на несколько минут, то есть он сделает это на несколько минут тогда, когда это нужно хозяину, то есть 1, 2, 3 раза, например, утром. Но вечером ты должен с ним обязательно погулять как следует, чтобы он насладился жизнью. Поскольку Вильш собака охотничья, хороший хозяин всегда постарается создать ей условия для реализации породных качеств. Даже если вы не ходите на охоту, для Вильштерьера очень полезна притравка – натаска собаки на подсадного зверя в искусственной норе. Работа в норе для Вильштерьера очень важна, она дает ему ощущение самодостаточности. Собака приобретает смысл жизни, понимает, зачем она существует. Кроме того, Вильш получает хороший физический тренинг, что тут же отражается на его поведении. Особо активная собака перестает хулиганить, становится спокойной и уравновешенной. Раньше, когда мы ходили даже на охоту, то есть вот я сама лично ходила с Вильштерьером, очень интересно наблюдать, как он уходит в нору, как он оттуда выходит, смотрит, ждем мы его, не ждем. Нужна ли работа дальше или не нужна работа. То есть это собака большого ума. Вильштерьер мало линяет, однако за его шерстью надо ухаживать особенным способом, своевременно тримминговать, то есть выщипывать. Если вы не собираетесь участвовать в выставках, достаточно гигиенического тримминга. В этом случае щипка всей шерсти собаки производится одновременно. Цель такой обработки – обновление шерстного покрова. Гигиенический тримминг проводится дважды в год. И любой владелец при желании в состоянии овладеть его техникой. Однако предпочтительнее, чтобы эту процедуру осуществляли профессионалы. Для обработки собаку ставят на невысокий стол. Это с одной стороны облегчает работу, а с другой заставляет собаку стоять спокойно в необычных длиннее условиях. Вам будет удобнее, если вы сделаете небольшую съемную штангу с держателем в виде струбцины. Использование этого нехитрого приспособления для фиксации собаки позволит вам справиться с триммингом без посторонней помощи. Шерсть легко выщипывают руками или с помощью несложного инструмента. Шерсть захватывают небольшими пучками и удаляют резким, но спокойным движением, придерживая при этом кожу собаки левой рукой. Никогда не нужно щипать собаку против шерсти. Это вызывает раздражение кожи. Мыть фельша нет необходимости. Он прекрасно чистится сам в снегу или траве. После прогулки в ненастную погоду ему надо помыть и вытереть насухо ноги и брюхо. Жесткая шерсть помогает собаке очень во многом. Во-первых, отрастающая жесткая шерсть зимой согревает и не дает собаке возможности промокнуть во время дождливой погоды. Зато летом тримминговая собака чувствует себя очень комфортно. Самое главное правило, которое должен знать владелец собаки. Суточные нормы кормления находятся в прямой зависимости от физической нагрузки, от энергии, которую тратит ваша собака. Если вельш ведет активный образ жизни, охотится, участвует в соревнованиях и при травках, много двигается, ему необходим объем корма больший, чем для собак, которые сидят дома и гуляют по полчаса в день. Типового или идеального режима кормления не существует. Основной показатель правильного кормления – нормальная, упитанная собака при хорошей, развитой мускулатуре. Однако есть некие правила, о которых следует помнить. Взрослую собаку кормят обычно два раза в день – утром и вечером. Миску убирают через 10-15 минут после начала кормления, независимо от того, опустела она или наполнена. Важно с самого раннего возраста не давать собаке ничего между кормлениями. Свежая питьевая вода должна стоять постоянно, особенно при кормлении сухими кормами. Контактный и умный от природы вельш-терьер старается сотрудничать с человеком, чутко реагируя на его интересы и одобрения. Вельш-терьер легко переключается на любую работу и чутко улавливает настроение хозяина. Вот чего вельш, как правило, лишен, так это стремление угодить и подольститься. Уговорить его походить на задних лапах или принести туфли довольно сложно. Конечно, путем терпеливой и настойчивой дрессировки можно добиться от него и таких услуг, но вы обязательно почувствуете, насколько это претит его характеру. Вельш будет смотреть в глаза, вежливо повеливать хвостом, но отказываться выполнять команду. Отказ, как правило, следует, когда требование владельца как-то затрагивает самолюбие собаки. Однако, если просьба хозяина отвечает его интересам, вельш с живостью и удовольствием будет ее выполнять. Он с легкостью осваивает снаряды на дрессировочной площадке служебных собак. Успешно участвует в аджилите, где необходимо пройти трассу в строго определенном порядке и уложиться в контрольное время. Работая без принуждения, а за интерес, хозяин лишь направляет собаку в нужную сторону. Вельштерьеры прекрасно показывают себя в соревнованиях по норному спорту. Это работа собак в искусственной норе по подсадному зверю. Нора позволяет отработать все качества, необходимые рабочей собаке. Поиск и преследование зверя, вязкость, то есть продолжительность этого преследования, злобу, голос. В нору пускают зверя, которого собака должна выследить, догнать и облаять. Звери, живущие на притравочной станции, всегда хитрый и опытный соперник. Неважно, что вельш не будет использоваться на охоте, работая в искусственной норе, он реализует свой охотничий инстинкт, направляя энергию и смышленность в нужное русло. Даже молодой вельш, впервые почувствовавший лисицу, как правило, рвется за ней в нору. Нора представляет собой специально построенный лабиринт, часто в виде восьмерки. Верхняя часть лабиринта является съемной, направляют животных с помощью специальных заслонок – шиберов. Вельштерьер, возбужденный видом и запахом зверя, бросается за ним в погоню. В норе собака остается один на один со зверем, имея в его лице достойного соперника. Лисица, живущая на притравочной станции, не один год всегда умелый боец. Притравщик регулирует поведение собаки, перекрывая ей путь с помощью шибера. Добивается облаивания, разрешает продолжение погони, отслеживает схватку. При этом надо помнить, что опытный нор-мастер никогда не допустит боевых увечий животных. Мы никогда никого не заставляем работать на норе. Это уже выбирает сам владелец. Нужно это ему или не нужно. Хочет он заниматься спортом или не хочет он заниматься спортом. Это вот как бы для собаки. Он может быть выберет agility. Они прыгучие, они интересные. То есть, они очень много вельшей, которые выиграют в agility. С этой собакой можно так же ходить, например, на воду. Она тебе будет так же доставать. Не только охота для уток, да, там доставать, что они это очень хорошо делают, разыскать и выносят, но они так же хорошо еще плавают за игрушками. Когда собака уходит в нору и встречает в этой норе лису или барсука, то она должна обладать недюжиной смелостью и при этом недюжиной сообразительностью. Как обмануть, как перехитрить. И только успешная, смышленая, смелая собака, в которой было очень хорошо развиты вот эти...